Всем доброго времени суток, друзья! Говорим сегодня о танке Т-78. Вчера он поступил в продажу и в конце стрима, и как я уже думал, да, с 11 вечера мне подогнали данную машину. УЕФ, спасибо вам еще раз. Вот, и получается 2,5 часа я тупо ее обкатывал, 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 обкатывал. Я хотел сделать максимально объективно. Я посоздавал таблицы фарма заранее, чтобы вы понимали. Вот, и, наверное, все, что можно было, я все позаписывал и все, ну, как бы, короче, для максимальной объективности. Я думал вчера еще записать озвучку, как говорится, на эмоциях, но нет, как говорится, нужно с этой мыслью пережить, и теперь уже, как говорится, поехали. Что, друзья, вообще это представляет оно из себя? По сути, корпус Т-37, перемешку с Хеллкетом. Башня тупо ОТ-25-2. Если смотреть на этот танк как-то с профиля или как-то под углом, это тупо Т-25-2. Корпус, конечно, относительно маленький, ну, сами понимаете, что брони в нем тоже никакой, по сути, нету. То есть, это такая вот танкетка с открытой рубкой, то есть, да, сюда даже вентилятор не поставишь, вот. Ну, я бы сказал, со средними показателями подвижности. Давайте говорить о всем об этом. Пушка, друзья. 160 бронепробития на ББ. 854 метра летит снаряд. То есть, уже сразу можно понять, да, какое на этом танке будет упреждение. Подкалибр 221 бронепробитие. Это, как бы, для шестого левела, возможно, неплохо, но у того же Халкета 243 бронепробитие. Что у нас по точности? 0.36 это просто с боевым расовым 100% экипажем. Как мы уже сказали, сюда даже вентиль не поставишь. То есть, усиливать точность, по сути, нечем. Только допайком. Но это, друзья, фармтанк. То есть, мы говорим сейчас за чистый заработок, без всяких допайков. Перезарядка 7 секунд. 7 секунд, друзья, при альфе 240. Сколько у Халкета? 7,13. То есть, по сути, такое же все, как и у Халкета. Чем отличается Халкет от этого танчика? Подвижностью. Что у нас здесь по подвижности? 21,5 лошадь на тонну. Это офигенно, казалось бы. 55 максимальная скорость и вращение шасси 32 градусов в секунду. Ну, можно сказать, что, типа, да, он быстро набирает скорость при такой отдельной мощности и поворачивается слабо. Нет, друзья, он набирает скорость медленно. А почему, вы спросите, 21,5 лошадь на тонну? Есть такой показатель, как проходимость. Он здесь просто уничтожен. Данный танк набирает сразу 30. То есть, с такой отдельной мощностью он как бы сразу срывается с места. И получается, что он от 30 уже еле-еле постепенно начинает набирать. То есть, если сказать тот факт, что эта машина тугая, очень тугая. Где можно увидеть эти 21,5 лошади на тонну? Если вы едете прямо, резко отпуская газ, поверните, допустим, или вправо, или влево. Да, он резко замансует. То есть, его аж даже, я бы сказал, занесет. Вот тут действительно видно 21,5 лошади на тонну. То есть, как бы потенциал подвижности есть, но он не реализован. Он картошка вот тупо прикрыла. Вот. Что у нас, как мы уже сказали. 7 секунд КД, ДПМ 2000. 2000 это для 6 левела норм, я же говорю, такая же, как и у Хеллкета. Но, если честно, друзья, быть, когда вы попадаете против танков 4-5 левела, когда их надо быстрее разносить, то я бы не знаю. Я когда увидел перезарядку 7,6, думаю, ага, 7,6, это можно где-то 1,5 секунды срезать. Будет около 6 секунд КД. Но нет, друзья, 7 секунд. У ВН минус 10, вверх на 20. То есть, как бы сказать, к минусам пушки, если мы берем бронепробитие, точность и сведение, то минус действительно это все же будет пробитие. Почему, друзья, вы скажете, у Хеллкета того же 160 мм? Когда будет на вас ехать какой-то танк ОИ, а мы не забываем, что мы попадаем против танков 8 уровня, у нас нет бронирования, у нас 160 бронепробития, то она будет очень печально чувствоваться. Возможно, вы скажете, что есть ПТ-шки по пробитию на 6 левеле хуже, чем 160 мм. Ну, я вам скажу, друзья, что нет хуже, чем 160 мм. У британских там вообще запредельные параметры, у советской СУ-100 там 175 мм, у французской 212 и так далее. То есть, получается, что мы этот пробой сможем реализовать только на тех танках, у которых бронирование ниже где-то чем 140 мм. Был вчера, друзья, случай против ОИ. У него получается как? Лоб башни 150 мм. Я стреляю по нему на дистанцию где-то, наверное, метра 80-100. Он не подставляет щеку под прямым. То есть, понимаете, у него лоб башни как бы под такими скосами, под прямым. И я все равно не пробиваю. Я не пробиваю его в лючки, не пробиваю в лоб башни. То есть, по сути, можно сказать, что это пробитие, оно как бы так, чисто попугать. Хлопушечка. В топе данный танк я его реализовал, ну, вообще пробовал его реализовать как средний танк. Ну, как бы, чтобы играть с танком плюс-минус на близкой дистанции от башни и так далее. Вот башня, в принципе, здесь способна танчить. Мы об этом чуть позже поговорим. Вот. И как кустовая ПТ, ну, могу сказать так. И нехватка точности, и нехватка полета снаряда. Вчера на Ильхалуфе я отыграл исключительно, наверное, с дистанции 400 метров плюс. В стоящий танк попасть еще можно. Точность 0.36 на дистанцию, конечно, дает о себе знать. И полет снаряда с такой скоростью. Но, допустим, уже с метров 300 плюс стрелять в какой-то, ну, даже Т-43, хотя у него максималка как бы не супер, да, это уже будет проблематично. Если брать упряжение даже в полтора корпуса, тогда уже будет только решать, куда полетит, по сути, ваш снаряд. Что мы можем, друзья, сказать по уже этому же самому бронированию? В корпусе, как вы понимаете, его нет. 25 миллиметров, это пипец. Вбор 25 миллиметров тоже. Вот, то есть фугас любой по вам заходит с фулл уроном. Открытая рубка, фулл урон от арты обязательно. 76 миллиметров лоб башни написано. Но это, друзья, получается только маска, но она там с большими экранами, с большим количеством. И переведенка там местами даже 180-190. То есть фугас в маску вас пробивать, наверное, не будет. Вот, но щеки башни, они уже считаются как бортом башни. И они 25 миллиметров. Вот туда фугас вас пробьет. То есть, получается, если вам будут бить в щеку, все, это фулл дамаг. ХП-600, ну, по меркам всех ПТ-6, это обычный показатель. Вот там 500 есть, есть и 600, вот есть и 800 ХП. Обзор стоковый, 370 метров. Если вы будете играть и делать перки и оборудку под СТ-шный геймплей, тогда, друзья, получается, что у нас будет сведение, досылатель и оптика. Просто нечего больше поставить. Здесь ни стаба, ни вентиля, ничего. Вот, если кустовой, значит трубы. При боевом братстве, радиоперехвате, арлильном глазе и оптике будет 438 метров обзора. Если просто боевое братство и серио труба, то есть уже кустовой геймплей, то в стоячем положении обзор 472 метра. 472. То есть, получается, вот, я действительно смотрел по ситуации. То есть, если это вот, вчера попал, да, линия Зигфрида, я поехал на свою позицию. Там, где от насыпи, в центре города, грубо говоря, где разъезд простреливается. Вот, то там, да, пытался как-то играть более-менее, ну, плюс-минус мансовать. Вот, и получается, что, как бы, играл на стабилизацию. Что касается стабилизации, друзья, разбираю детально. Есть три параметра. Это стабилизация от поворота башни, от движения корпуса и от поворота корпуса. Смотрите. При повороте башни стабилизация посредственная. Она еще нормальная. Вам будет казаться, что она хреновенькая, но поверьте, по сравнению с ходовой и движением ходовой, она великолепная. То есть, если мы стоим на месте и просто ворочаем башню вправо-влево. Кстати, она вращается довольно-таки медленно. 21 градус в секунду всего лишь. То есть, это практически маусовские параметры. Ну, то есть, как бы там ни было. Башня крутится, ну, медленно. И получается, что, когда вы стоите на месте, за счет такого медленного скорости порота башни, у вас стабилизация нормальная. Сведение 1,7 это считаем мгновенно, при том, если вы будете вращаться только башней. Но, если что-то уже заходит за речь вращения корпуса или движения корпуса, кольцо на весь экран. Если вы говорили, что у ВЗ-120 хреновая стабилизация, вот, не играя на этой ПТ, вы можете умножить стабилизацию ВЗ-120 на ходу в полтора раза. И вы узнаете, что такое стабилизация танка Т-78. То есть, получается, это не Hellcat. Если они хотели сделать Hellcat, им надо было делать Hellcat. Но это получился... Танк намного хуже, чем Hellcat. С хуже подкалиберами, но, как бы, об этом нельзя вообще говорить, потому что это примтанк. Но с бронепробитием 160 мм на 6-м левеле, друзья, ну, печально. Это худшее пробитие на левеле. То есть, как бы там ни было. Hellcat берет свои типы максимальной скоростью, вот, а мы не берем максимальной скоростью. Мы едем медленно, друзья. Мы едем 30-40 км в час. 55 нам нужен толчок, чтобы, как бы, снивелировать нашу проходимость. Удельная мощность 21,5. Я вам еще раз повторяюсь, когда вы сможете увидеть, когда вы набрали, типа, скорость, резко сбрасываете газ и нажимаете кнопку А или Д. То есть, поворот вправо или влево. Он резко замансует. Он как елка 90 замансует. Но вообще, на скорости, что касается вращения шасси, вам понадобится, наверное, два поля малиновки, чтобы на полном ходу развернуться на 360 градусов. Экипаж. Четыре члена экипажа. Если мы говорим сейчас за СТ-шные перки, вот, в принципе, они перед вами. Если мы говорим за ПТ-шные, вы можете, в принципе, откинуть четвертую специальность и поставить вместо нее маскировку. Ну, то есть, желательно, лампочка, ремка, маскировка, брасов, специальность. То есть, вот это будет ПТ-шные перки. Оборудование, сведение, досылатель, трубы. Это у нас будет ПТ-шный. Вот. И оптика, сведение, досылатель. Это если СТ-шный. Смотрите, в принципе, сами. Перки под это подбирайте тоже сразу. Байкомплект у нас 47 снарядов. То есть, можно возить 36 бронебойных, 9 подкалиберов и 2 у нас фугаса. Фугасы 320 альфа, 43 бронепробитие. То есть, по сути, можно даже пробивать Hellcat. Ну, вот, я думаю, только там можно, то есть, по картону можно реализовать подобные фугасы. Подкалибер 221, друзья. Это, поверьте, ну, как бы, возможно, неплохо. Но, смотрите, с расстояния 500 метров у этих подкалиберов будет пробитие 202 миллиметра. То есть, если подкалиберы, когда вы будете реализовать? Наверное, против танка там 7-8 левела. То есть, нельзя агрессивничать, надо играть с дальника. Так вот, если вы будете пытаться реализовать с дальника данные подкалиберы, с 200 пробития вы ничего не сделаете. И вчера ситуация. Они вы... Ну, просто, друзья, едет на меня они. Я с кустов. 15 метров от куста не свечусь. Он в упор меня почти засветил. Деваться уже было некуда. Там уже оставалось 2 союзника буквально. Я ББшками раз-два. Сам понимаю, ну, у него минимальная броня, минимальная броня в ЛД, или в лоб башне, 175 миллиметров. Я вот 2 раза попробовал пробить ББ, потом перехожу на подкалиберы. Друзья, я в него в сандалил 4 подкалибера. Щека в ЛД, которое было под благоприятным для меня углом, и лоб башни. Я его никуда не пробил. Ну, никуда. Понимаете? Я ж думаю, господи, ладно, не буду уже как бы подставлять команду, давай попробую своим подкалиберами разобрать у них. За 4400 за снаряд. Друзья, 4400 за снаряд. Вы это себе представляете вообще? Вот. Я его не пробил. И получилось так, что я ушел в ноль. Практически в ноль по тому бою. Хотя набил там, наверное, тысячи полторы на ББшках изначально. Поэтому, друзья, могу сказать так. Что касается фарм качеств. Это будет наша, друзья, точка. Вот. И потом мы, вот сразу давайте скажу цену, да, как бы уже надо было сразу сказать. 14 баксов, 770 рублей или 322 гривны. За эту цену, это, друзья, не топ. Это, разумеется, не имба, это не топ машина. Я вам скажу так. Он сейчас лично для меня борется за звание хорошего прямтанка. Я его вчера уже покатал. Я его сегодня буду катать. Если хотите, сделаем какой-то там челлендж на отметке. Будет желание, сегодня вечером приходите. Я вам тоже, как говорится, скатаю данную машину. Вот. Что у нас по фарм качествам? Значит, смотрите. 260 кредитов за снаряд, как мы уже сказали. Вот. Что по фарму? То есть, смотрите. Сейчас вот перед вами табличка. Рассказываю. Значит, 1000 урона с премом. Это 35 тысяч без према, соответственно, 23,5. 1800 урона. Это 46 тысяч с премом. 31 без према. 2300. Это 55, 57. Честно, как-то по-разному давало. Это без ассиста. Учитывайте, друзья. Тупо без ассиста. Просто чистейший дамаг. 38, 40к. И 2800 урона. 66к с премом. И 44 без према. Что у нас по, как бы, обслуживанию? Это, как вы понимаете, ремко-аптечка 6000. 2700-2900. Это у нас ремонт данного танка. 260 кредитов за снаряд. То есть, получается, что у нас 10 выстрелов. Это будет 2600. То есть, 10 выстрелов в среднем. Плюс ремко-аптечка. Плюс ремонт. У нас получается обслуживание в районе 11,5 тысяч. Как вы понимаете, вне зависимости от того, есть премиум аккаунт или нет премиум аккаунта, обслуживание не меняется. То есть, представьте себе, за какие-то там 1000-1300 урона вы получаете 23-28 тысяч. И 11,5 из них без према вам надо отдать сразу. И то есть, у вас на руках останется за 1400-200 тысяч урона, да, там, от 10 до 15 тысяч кредитов. Друзья, как по мне, это как-то, ну, не то. Вот. И сказать могу так. Нормально ли на нем набивать урон? Это все зависит, даже, я не знаю, от сета, по первую очередь. Даже не от карты. Потому что, если вы даже найдете какую-то нычечку, пострелять с дальника, то танки 7-8 левела для нас будут даваться, ну, смотря какие. Короче, скажу так. Японцы неподступны даже уже 6-го левела. Немцы, если это какой-то Тигр-П, выцеливать только разве что НЛД, но на дистанцию с точностью будет, конечно, печальненько. Вот. Т-29. Ну, наверное, да, мы это пробивать будем. ИСА, если повезет. Вот, какие-то там Т-32-ки, это уже для нас неподступность. ИГР-2, разве в НЛД, если повезет. Вот. Ну, то есть, сами должны понимать. Конечно, вы сейчас скажете, почему шестерка должна пробивать восьмерку. Я бы это задал в СТ-шке какой-то. Да, но тут ПТ. Друзья, вот я за что говорю. Что если вы забираете у этого танка стабилизацию напрочь, даете хреновую точность, вы обязаны дать бронепробитие. С какое пробитие было бы нормально? 175. Как и у всех практически ПТ, не считая Хелкета. Вы скажете, так это ж типа Хелкета. Так я вот и говорю, что если Wargaming хотел сделать Хелкета, у них это не получилось. Поэтому так, друзья. Это средний танчик. Я имею ввиду не по классу техники, а для меня вот это не хороший. Ну, это ближе к хорошему. Короче, это между средним и хорошим. Оценку он заслуживает где-то 3.7 из 5. Поэтому, что могу сказать. Покупать ли, если у вас есть Т-34-85, какой-то Т-64, КВ-2, или там даже пусть будет Стерва шведская, данный танк вам не нужен. Если вы хотите какой-то себе танчик, американский обязательно, да, или вы фанатом, день же независимости был, да, смотрите, право ваше, вы в любом случае купите данный танк, я вам не нужен. Если вы сюда пришли просто за мнением, я вам, друзья, его сказал. Вот. Оно, я думаю, будет максимально объективное. Время сдало себе знать. И, друзья, действительно, когда я увидел только ТТХ, я сказал, что это будет подвижность С-25-2 с пушкой от Хелкета. Но когда я на нем начал катать, нет, это чуть-чуть другие ощущения. Поэтому на сегодня все. Всем удачи, всех благ, берегите себя и пока.